Всем смотрящим данное видео куничева, с вами Акира-кун. Мимо тайтла я пройти не мог, потому что футейбл, потому что я нахваливаю извечную фейт-адаптацию, а тут они внезапно выдают что-то не по фейту. Фэнтези и демоны. Сразу складывается такое впечатление, будто бы я берусь за что-то такое, что уже все и так 300 тысяч раз видели. Но попробуем поверить студии с репутацией, возможно они нам выйдут что-то инновационное. Тандиро Камадо, главный имба... Герой тайтла, обычный деревенский парень, живущий на отшибе со своей семьей. В самом начале аниме пытается в теплую семейную атмосферу, потому что показывают нам, КГГ уходит продавать угост, а зачем с ним просится его младше. Но по определенным обстоятельствам Тандиро уходит один. Его ценят жители и вовсе знают с чего нам строят портреты такого паренька, который стремится всем помочь, который молодца прям баш совсем. Но сюжет эту резину тянуть не собирается, поэтому почти что сразу начинаем проникаться вселенной, потому что название не про продавца угля, а про клинок рассекающих демонов. Поход заканчивается тем, что главный герой не возвращается домой и остается переночевать в деревне, где нам, как бы, мимоходом уже говорит про демонов, и по возвращению на утро, кто бы мог подумать, семью перерезали демоны. Но не всех. Ведь узнаем мы об этом через выжившую сестру Незуку, которая после нападения стала демоном. Разрестения что и как подаются в аниме, да и тут мы еще к этому вернемся. Пара внезапных встреч, и вот сюжет нам представляет некую организацию, чей целью является устранение тех самых демонов, которые находятся чуваки, элитно рассекающие свои катаны и злобных тварей. С кучей знаний, со своей историей, учителями и прочим-прочим, в череды впоследствии вступает Тандиро. Концептуально жанр вроде и не вносит ничего нового, вновь это такая средневековая фэнтези, где на просторах вселенной бродят демоны, которые жрут обычных людей. Типичное противостояние, когда существует организация, которая всеми силами пытается пресечь случаи с нападениями. Фишкой тайтла, наверное, служит та самая Незуку, которая демон, но внезапно остается на стороне своего брата. Так, подчеркну, не надо паники, я про начало тайтла, пока не обобщаю. Но нет, потому что даже этот элемент существует в аниме просто потому что. Главный герой это очередной Наруто, этакий борец справедливости, который пытается словно Савская утихо мстить за свою битую семью, но зрители пытаются словно продавец арбузов пропихнуть банальность, так как события строятся не исходя из логики, а просто потому что в них есть участие главного героя. Давайте на примерах. Гагай остается переночевать в деревне, ему рассказывают про демонов и вуаля семью режут демоны. В живых остается сестра главного героя, он пытается ее спасти. По пути она предпринимает попытки его сожрать, но стоит только поиться члену организации убийцы демонов с целью убить сестру главного героя, то бишь демона. Танзеру тут же кидается ее спасать, а после того как убер брутальный чувак с катаной грозится убить их обоих, уже сестра, которая демон кидается защищать своего брата. Да, вы можете сказать, что мол, Акира, ты нихера не понимаешь, это же эмоциональный момент, который пытается вызвать чувства, потому что это сестра. И даже несмотря на то, что она демон, она готова защитить своего брата ценой своей жизни. В ней пробуждаются чувства, и она сквозь демоническую оболочку из эмоционального выброса. О боже. Это звучит так же глупо, как 13 плюс с повешенным домикадо, но окей, мы можем сойтись на этом приеме, он вписывается, хорошо, не спорю. Но. На этом же фоне параллельно члену организации убийц демонов Танзеру объясняет. На что тот реагирует. Кто-то говорил то же самое, а потом его съел демон. Я видел это бесчисленное множество раз. Однако завершается момент тем, что он оставляет в живых их обоих. Позднее мы переходим к тренировкам, и мне очень доставил тот факт, что в тайтле объясняется физика мяча. То бишь сенсей объясняет, что и надо бить тупо горизонтально или вертикально, а желательно это делать по диагонали, поскольку в противном случае, если перестараться с усилиями удара, то катана сломается. В этот момент я проникся неким восхищением. Автор пытается в реализм, но это не работает так. Не в смысле, что катана не работает так. В смысле, что в аниме нам дают объяснение, мол лучше делать вот так, но в аниме это почти не работает. Элементарный долбанный экзамен с камнем, который появляется позднее ГГ, разрубает по вертикали. Спасибо авторам за пояснение, как правильно махать мечом, но чё-то Танзеру нормально без вашего правильного махания. Вкупе же сюжет строится на том банальнейшем аспекте, что главный герой крут, потому что главный герой крут. Нам не пытаются и капли показать тяжкую нужду чувака, который лишился семьи и пытается мстить. Он теряет всё и тут же его начинает вести на каждом шагу. И сестра внезапно не пытается убить крутым парнем, становится, потихоньку уберем бой и всё это происходит, опять же, просто потому что. Но знаете, я уже предвкушаю, как поджёг одно место этим людям, которые любят ставить понравившие тайтлы в абсолют. Считать их идолом, боготворить всеми силами, не прислушиваться к абсолютно никакой критике. Именно поэтому я начал обзор с такой ноты, чтобы до остального досмотрели лишь те, кто не имеет такой привычки. Можно подумать, что это хейт обзор, где я такой взял и начал поливать грязью очередной многим полюбившийся тайтл, но это не так. Я лишь показываю ту грязь, которой в аниме имеется, поскольку она есть в абсолютно каждом тайтле. Сказать, что аниме плохое, я не могу и, честно говоря, не могу назвать его даже нормальным. Оно что-то приближенное к отличному, но немножко не дотягивает. Сюжет поругал? Поругал, но он смотрибелен, уверен многим зайдёт, ведь тому есть до простоты банальная причина под названием персонажей вселенной. Именно благодаря им можно на одном дыхании сидеть и смотреть тайтл, поскольку проработка у них конечно не божественна, но они создают нужную атмосферу для имеющейся вселенной. По лору немножко скудно, поскольку вновь мы имеем демонов разных видов и силы, которые впрочем-то не отличаются ничем от остальных подобных тайтлов. Тут вам и обычные ребята, ни на что не способны идти чуваки, которых обычно рисуют под тяжелыми веществами и куда же без мини-боссов. Боевые сцены шикарные, уверен почти на все 100, если когда-то Уфу Тейбл создаст аниме, где на протяжении 13 серий будут одни только битвы, в которых будет раскрываться сюжет, и даже в опенинге все будут лишь только драться. А в эндинге будут драться еще больше, и после эндинга студия будет показывать, что в следующей серии все будут только драться, притом озвучивать это будут сами, давая по щам друг другу за кадром, я поставлю этому аниме 10. Очень редко в ныне выходящих тайтлах можно увидеть проработанные бои, но к счастью, фанатам экшена для этого существует Уфу Тейбл. Это даже можно назвать их некой изюминкой, отличительной чертой, ну, знаете, как у Кьёту анимеша с их глазами. На битве при просмотре я делал большую ставку, так как видел их творения по фейту, и о да! Очередные проработанные движения, динамическая смена кадров и божественная музыка, в первые секунды появление которой у меня тут же в голове пронеслось. Элементарный момент, что даже не боевые сцены пробуждают чувства, поскольку и персонажи дают атмосферу, так еще и годные композиции появляются тут как тут. Поэтому аниме способно вызвать вполне себе эмоции, потому что экшен небезвестной студии, этим все, собственно, пока и сказано. Вернемся к персонажам. Тут вам около уяшек, удары хаштаг разнесу всех нахуй, няковая нитян, которая, честно говоря, мне зашла поболее всех остальных, так как к ней больше всех вопросов на первых этапах повествования. Момент с фансервисом интересная штука, и не-не-не-не, отложи свой тапок! Тапок, блять, подожди! Тихо, спокойно, никакого фансервиса, про это я и хочу сказать. Тайтл не пытается тащить в этом, а наоборот старается в сам концепт, за что, собственно, отдельный плюс, так как большинство сверхъестественно подобной дичи именно пытаются в это. Клинок рассекающий демонов нет. Тут пытаются в истории персонажей, в экшен и графику с музыкой вместе взятых. В совокупности им это нахрен не надо, поскольку с учетом имеющегося и так все отлично. Наконец, доходим до того этапа, когда стоит рассмотреть тайтл под общим углом. Начиная с плохой ноты, естественно, не хотел сказать, что он ужасен или плох, не хотел как-то задеть тех, кому зашло. Мне аниме понравилось, тем не менее, назвать люто шедевром лепить 10 из детей и передергивать на это по ночам, я не могу. Тут имеются откровенно лютые моменты, которые либо упустили, либо на которые забили из-за определенных обстоятельств. Это не шедевр. Чтобы аргументировать это, я элементарно в пример могу привести до Роро, который вышел в этом же году. Там и проработка, и не банальные концепты, битвы и все-все-все. Вот что можно назвать эталоном качества этого года, по крайней мере на нынешний момент. В случае творчества ToFuTable этого сказать нельзя, поскольку если бы моменты с огрехами были бы или незаметны, или не играли особо роли, то можно было обожествлять сие творения, но увы. Танзер и крутой, потому что он крутой. Кудера, который говорит, что кучу раз видел, как чуваки пытались спасти своего родственника, превратившегося в демона, и в конечном итоге всегда был один исход, спокойно опять наступает на те же грабли. Катаны надо уметь махать правильно, но нахрен нам надо, когда можно словно в Скайриме спамить левой кнопкой мыши и ломать семь лица. И еще поверьте, есть немало огрехов, про которые я не стал говорить, потому что это видео могло бы очень сильно затянуться. Тем не менее, несмотря на огрехи, мы получаем красивый графоний, божественные экшн-сцены, сравнимые лишь с саундтреками этого же тайтла. В принципе, стандартными правилами вселенной, однако со своим подкорректированным лором. Аниме хорошее, вполне смотрибельное, но не идеальное. Подходить же, неакавайная армия, попрошу вступить в ряды моей группы во Вконтакте, которая возобновилась, и вновь мы старательно с командой стали крафтить контент. Насчет остального сами знаете, что делать, и еще обязательно услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok